Салют подписчикам канала Atomysium и случайным зрителям этого видео. Сегодня я хочу рассказать вам про радиоприемники от компании Retekes. У них есть официальный магазин на Алиэкспресс, и вот сейчас на Алике идет официальная глобальная распродажа летняя. Можете пройти и прицениться, сколько стоят эти приемники, ну и посмотреть какие-то другие модели. В общем-то там официальный магазин, все ссылки будут в описании. Проходите, приценивайтесь. У меня есть две модели, я на них снимал обзор, это Retekes V115, достаточно популярная, одна из самых популярных, наверное, моделей радиоприемников в карманах. Очень много продаж и очень много положительных отзывов. Я сам этим приемником пользуюсь уже несколько месяцев, отлично выручает, классный компактный вот такой вот аппарат. И есть вот такая старая модель, их в продаже уже нет, но я аналог найду и ссылку в описании также оставлю. Этот приемник интересен тем, что он для туристических походов. У него есть сверху зарядка солнечная, на солнце вы оставляете и он сзади спокойно заряжается. Также есть сзади вот такая вот крутилка, то есть там установлен внутрь генератор и вы можете крутить и вырабатывать электричество, тем самым заряжать внутреннюю батарею. Внутри, кстати, установлена батарейка от Nokia, вот такая BL5C. Эта батарея, в принципе, достаточно распространенная, вы ее на любом радиорынке можете купить. То же самое касается и V115, тут установлена та же BL5C. В общем-то, все эти батарейки стоят копейки. Я, кстати, еще ссылки в описании на эти батареи оставлю. Можете комплект дополнительных батарей заказать, у вас еще приемники будут долгоиграющими. Вот, в этом приемнике также встроена зарядка USB, то есть от него вы можете заряжать какие-то другие устройства, там телефон подзарядить, любой другой гаджет. 3.5 джек под наушники, SD-карта и заряжается он, к сожалению, через microUSB. То есть моделька уже старая, вы можете слушать тут музыку через флешку, через USB или через microSD. И еще тут до кучи встроен Bluetooth. Соответственно, FM станции вы можете записывать на клавиши, ну и слушать там через Bluetooth. У него, кстати, достаточно неплохой звук, такой насыщенный, басовитый. И модель называется RTCS HR11S. Для тех, кто будет искать, может на Авито где-то, не знаю. Фонарик есть, в общем, такой вот интересный приемник, в котором есть очень много интересных фишек для туризма. А еще больше вот таких необычных товаров вы сможете найти в Телеграм-канале Необычное с Алиэкспресс. Тут каждый час публикуются необычные находки с Алиэкспресс с ссылкой на покупку, также анонсы распродаж, промокоды и купоны, чтобы вы могли максимально экономить на покупках. Подписывайтесь, друзья, или ищите в Телеграме, прямо вписывайте Необычное с Алиэкспресс, либо по ссылке в описании. И всегда экономите на покупках и покупайте, находите что-то интересное. Что касается WS-115, модели более популярной и более такой гражданской версии. У него есть дисплей большой, и что интересно, вот при включении дисплея, мы видим, есть подсветка. Сейчас я убавлю звук, и как видите, тут еще есть и русский язык. То есть это удобно при использовании приема. Он цифровой, мы видим станции, можем переключаться между ними с помощью вот этих клавиш. И также записывать станции, любимые на клавиши от 1 до 10. Помимо прочего, тут есть настройки и есть переключение FM, AM и SV. То есть это всеволновой прием. Что касается FM частоты, он работает в диапазоне 8,7-108 МГц. Частота AM 522,710 КГц. И SV частоты 4,75-21,85 МГц. Также тут сбоку есть слот под SD-карту. То есть вы можете карточку вставлять с записями какими-то и воспроизводить с нее аудиофайлы. Так, понятное дело, что MP3-файлы тут воспроизводить особо смысла нет. Но фишка в том, если вы любите слушать аудиокниги, то в этом приемнике встроен очень хороший аудиоплеер, который четко подходит для аудиокниг. Потому что когда вы прослушиваете книгу, это все-таки длительный аудиофайл. Вы можете выключить приемник. После включения воспроизведение продолжится с того же места, на котором был выключен приемник. Это четко подходит для аудиокниг. Также тут есть в настройках таймер сна. При прослушивании приемника или при прослушивании аудиокниг многие засыпают под радио. Поэтому ставим таймер и приемник выключится, не будет сажать батарею. Касательно батарейки, кстати, вот эта вот BL5C, она на 1000 мАч. И ее достаточно долго хватает. То есть на сутки работы беспрерывной по-любому заряда хватит. Я обращаю внимание, что в этом приемнике сзади есть пассивный излучатель. Звук тут достаточно насыщенный. Вот этот излучатель сзади придает, если мы там слушаем какую-то композицию, придает ей объема, придает баса. А если мы говорим о каких-то голосовых файлах, то придает достаточно естественно звук. Поэтому, опять же, если говорим о радиоэфирах, в которых исключительно речь, или об аудиокнигах, то этот приемник также классно подойдет. Плюс он может записывать радиоэфиры. Флешка тут не только для прослушивания, но и для записи. Также тут встроен диктофон. Есть встроенный микрофон, да. И заряжается приемник, к сожалению, тоже через microUSB. Но, тем не менее, можем подключить еще к нему наушники. И, ребят, не знаю, может кому-то пригодится, можно еще подключить AUX и вывести звук с приемника на аудиосистему. В комплекте был вот такой темляк, и к нему привязана пластина. Сзади есть разъем, в который мы можем вставить эту пластину. И у нас получится, ну, такой вот некий держатель для приемника. Чтобы он как-то так вот стоял на столе. Но, тем не менее, он вот так может еще просто сам по себе стоять на столе. Его конструкция позволяет. Приемник легкий. В принципе, снизу, видите, есть ножки такие. Антенна тут телескопическая. 40 сантиметров. Ловит приемник, кстати говоря, отлично в черте города. Вообще вопросов нет. За городом также он без проблем ловит, как и любой другой, в принципе, радиоприемник. По кнопкам. Сначала вот это вот обилие кнопок, в принципе, может ввести в ступор. Но потом, попользовавшись пару часов приемником, ты привыкаешь к этим кнопкам. То есть тут есть ряд кнопок для запоминания радиостанций. Снизу кнопки для управления плеером и для переключения радиостанций. Эти вот кнопки относятся к настройкам и переключениям частоты. Ну и кнопка громкости, вот такая качелька Volume. Тут она реализована в виде кнопок, не в виде вот такой вот крутилки. Приемник недорогой, ну и поэтому он является хитом продаж. Отличное приобретение на дачу, за город. Да даже, в принципе, если в туристические походы какие-то ходите, на рыбалке посидеть, послушать какой-то радиоэфир. Вполне подойдет. В подарок или себе вот такой вот компактный. Вот этот, конечно, потолще и потяжелее, но у него тут есть какие-то дополнительные фишки. По факту хочу сказать, что меня не привлекли, когда я выбирал, покупал этот приемник. Но я ими не пользуюсь. Вот этот, мне кажется, поинтереснее. У него и подешевле, и, в принципе, звук у него не хуже, чем вот у этого. Все ссылки в описании. Сейчас распродажа на Алиэкспресс. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok